Отопительный сезон стартовал в Белоруссии. Завершается подключение батареи в жилом секторе, на очереди офисы и предприятия. Однако начало горячей пары для энергетиков не обошлось и без коммунальных проблем. Так с приходом долгожданного тепла из-за неисправности труб затопило сразу несколько подъездов столичного дома. Подобные случаи были и в других городах. В причинах разбиралась Юлия Матяш. Всё смешалось в доме Курлович, Белых и многих других. Начало отопительного сезона для них обернулось потерями. С третьего по первые этажи. В двух подъездах. История практически одинаковая. На полу ещё не высохли лужи, а штукатурка на потолке еле держится. Такие последствия наступили аккурат после включения отопления. Дом старый, после военной постройки. Как утверждают жильцы, капитального ремонта почти за 60 лет здесь не было. Открываю дверь. Пар валит. Не могу понять, что он поделил, потому что свет отключен. 5 сантиметров воды плавает всё. Потолок обвален. Всё кусками валяется. Труба вышла из строя в разгар дня, когда большинство, в том числе и Елена, были на работе. Но даже те, кто присутствовал, убереть жилище от потопа не смогли. Сначала с углов потекли маленькие ручейки, спустя мгновение целые потоки. Причём кипятка. Здесь лилось всё. Я выходил в коридор к соседям. Я просто был как будто бы из душа. Такие гейзеры, по словам жильцов, били больше часа. Только потом воду перекрыли. За это время её в квартирах набралось столько, что выливать пришлось вёдрами прямо из окон. А прямо с потолка сыпалась пыль и штукатурка. И теперь я на самом деле боюсь провалиться просто вниз. Сегодня трубу подлатали и даже дали отопление. Да, тёплое. Не боитесь? Поздно бояться. Уже нечему рушиться. Всю ночь здесь устраняли последствия непогоды. Сегодня же приходили специалисты оценить ущерб. Всё открытое, ничего к зиме не подготовили. Труба совсем непонятно, куда течёт. И что там делается? Вода до сих пор отсюда льётся. Схожий случай был и в Могилёве. Во время ремонтных работ строители повредили трубу на чердаке, а сантехники при подключении отопления не проверили. Дом пока остался без тепла. Ведутся ремонтные работы по устранению аварии, чтобы дать тепло людям в дом. Коммунальные работники обещают вот-вот проблему решить. Сейчас рассматриваются вопросы о возмещении ущерба пострадавшим.